Друзья, всем привет! У нас очередной эксперимент с комбикормами. Для тех, кто смотрит нас постоянно, знает, что мы периодически проводим такие эксперименты. Для тех, кто присоединился к нам вновь, у нас есть плейлист по кормлению у бролера. И там все предыдущие эксперименты вы можете посмотреть. Этот эксперимент навеяло нам общение с южной короной. И вот у нас оказался их комбикорм, который мы и будем тестировать на вот этой партии бролера, которая выводилась у нас 30 апреля. Вернее, это то, что осталось от большой партии, которая выводилась у нас 29 и 30 апреля. Это конкретно 30 апреля вывели цыплята, и их здесь приблизительно 96 штук. Более точную цифру мы вам скажем, когда будем пересаживать из брудера в клетку. Ну, как обычно, все. Кто смотрели предыдущие эксперименты, они знают, что у нас такой порядок. Значит, дальше. Касаемо комбикорма. Давайте мы вам покажем, как он выглядит. Чем он вас вообще привлек? Да, кстати говоря, забыл вам сказать важную вещь. Привлек он нас тем, что производитель заявляет отсутствие, полное отсутствие лекарственных препаратов, будь то антибиотики или коксидиостатики. Там в нем... От старта до финиша. От старта до финиша, да. То есть ни в старте, ни в росте, ни в финише нет лекарственных препаратов. Как они, скажем так, обезопасивают себя? Они используют в старте и, по-моему, в росте, но могу ошибаться, пробиотик. То есть какой-то современный пробиотик они используют, который, по их словам, заменяет все вот эти вот лекарства в комбикормах, в их линейке. У них есть другая линейка, которая содержит лекарственные препараты. Вот конкретно линейка «Южная корона» без лекарственных препаратов. Ладно, смотрите, значит, вот такой цвет. И фракция имеет корм стартовый. Крупка. На запах пахнет какой-то растительностью. То ли кукурузой, то ли травой какой-то. И рыбной мукой ощущается запах рыбной муки, что, на принципе, и подтвердил технолог этого завода. Подтвердил то, что они используют в виде белкового наполнителя, протеинового, рыбную муку. Мы сделаем видео с... Понюхай. Согласны со мной? Да, рыбная мука. И видно немножко, видите, фракции такие. Вот они, кукурузинки такие. Желтенькие, маленькие, видите, кусочки. Вот. Запах у него приятный. Говорит, что там говорить. Запах, да, такой, цервяной. Такой вот он. Не сладкий, не переслащенный. Не такой приятный, как на пурине. Нет, не такой он приятный, как на пурине, но не отталкивающий. Скорее, как в сеннике может помочь. Да, вот да, наверное. Вот. Более подробно о составе мы остановимся в отдельном ролике. Покажем паспорта качество. Возможно, включим разговор с технологом, где он все расскажет сам. Технолог, южной короны, да? Да, если на скидку, то смотрите, старт у них идет от нуля до двух недель. Состав пшеницы, кукурузы, жмыхи, сырье животного происхождения, минеральное сырье, аминокислоты, фермент, антиоксидант, премикс, витаминный. По протеину, значит, 23%. Лизина 1,44%, метианин и цистина 1,08%. Свежий комбикорм, 16 апреля выработка. Вот, крупка, как мы и сказали. Срок годности? Срок годности. Полгода. 6 месяцев, да. 6 месяцев. Так, что касаемо, значит, цыплят. Смотрите, цыплята, копки, цыплят, шейхи, пропаивали 7 дней витамином гоматоник и чередовал я с витумом 1,2. В общем, стандартно, как обычно. Больше ничего не давал. Сейчас они пьют чистую воду. Должны были мы их взвесить в 10 дней, но не получилось у нас вчера. Поэтому взвешиваем сегодня в 11. Им сегодня 11 дней. Так, по микроклимату, значит, смотрите, подогрев я выключил, на улице тепло. Здесь уже тоже температура нормальная. Не нуждаются они в дополнительном обогреве. Вентиляция работает постоянно сейчас. 24 на 7 работает вентиляция. Сейчас мы ее выключили, чтобы не шумело, чтобы мы могли записать ролик. Так, что еще? Наблюдение такое, значит, смотрите. Мне кажется, чисто субъективно, они пьют больше воды. Я, знаете как, мне жена подсказала, что, возможно, это связано с тем, что просто настало лето, ребят. Ну, стало жарко, и поэтому птица стала пить больше. Потому как я раньше обращал внимание, потребление воды было несколько скромнее, чем сейчас. Возможно, с этим связано. Но, значит, что насторожило нас? Первые пару дней был жидковат помет и цыплят. Сейчас нормализовался стул. Покажи. Нормальная консистенция. Он как бы... Цвет имеет такой посветлее, чем обычно. Вот. А по поводу запаха мы вам сделаем вставочку. Мы вчера его нюхали. Основательно так нюхали, чтобы вам рассказать, чем он пахнет. Поэтому сейчас мы вам покажем. Леночка, ты не могла бы выйти на секундочку? Зачем, Сашенька? Понюхать помет. Какая романтика, однако. Дорогие наши зрители, мы ради вас готовы помет нюхать, чтобы информацию предоставить о запахе. А вы даже не подписывайтесь. Как нам обижить. Вот такой помет. Он имеет несколько иной цвет, чем мы привыкли видеть там, да, от других кормов. Вот, я не знаю, камера передаст или нет. Это вот, ну, это от других, правда, другого возраста броллеров помет. Вот от них. Он такой, знаете, как сказать, ну... Светлее. Светлее, да. Такого более травянистого цвета, что ли. Вот ты понюхай. Я не могу понять, как... Нет, не надо меня снимать, чтобы нюхать помет. Слушай, я так вообще не доросла. Я просто камеру подержу, сейчас она будет нюхать, я вам расскажу. Я не скажу, что какой-то ядовитый запах помет. Нормальный запах помет. Ну, какой он? Он какой-то травянистый, что ли. Что, чем пахнет? Он пахнет... Почему, кажется, каким-то печеньем? Ну, вот, да, каким-то вот это... Кулинарией. Кулинарией какой-то. Короче говоря, была причина, потому что запах, как сказать вам, необычный. Так, давайте взвесим, посмотрим, что нам покажут эти цыплята. Негритенка будешь взвешивать? Да, мы сейчас всех этих метисов, которые папа-норка-мама-бобер, взвесим. Давай-давай. По нулям? Да, вроде как. Смотри, сейчас сколько? Минус 245, да? Все, таз мы учли. Так, давайте взвешивать. Ну вот, первый попавший сейчас. Опа! А, давайте по весам. Так, сейчас, дай бог памяти. 288 на 11 день, да, я посмотрел сейчас, 288 грамм. Мы используем... Быть не может, ты что? Да ладно. Не 288. 288. Мало. Мало? Да, конечно. 288, по-моему. Для бройлера на 11 дней. Так, ладно, сейчас подождите-ка, я схожу за табличкой, принесу таблицу, может быть, я туплю. Так, вот усомнилась Елена, что правильно ли мы указали табличный вес. Вот таблица, которую мы использовали до этого во всех экспериментах. Это усредненные, то есть курочки-петушки вместе. Вот на 10-й, вы помните, 260 было всегда у нас. На 11-е число получается 288 или 298? 298. Хорошо, значит, я ошибся. Пускай давайте 300 сделаем. Да. Так, по поводу, значит, сколько мне. Сегодня 11 мая, вывелись они, выводились 30-го. 30-е не считаем, на следующий день это первые сутки. 11-е сутки сейчас. Все правильно, 11-е сутки. Так, таблички кладу вот в сторону. Поехали дальше. Так, ну, тот, которого я схватил, он, походу, был крупный. Схвати маленького, вот стоит. Вот этого? Нет, вот этого. Да, ну, хотя бы этого давай. Так, 330. Ну, вот они, наверное, вот такого размера в среднем. Негритенка. Ага. Ай. Ты красавец какой. 325. Ты мой сладенький такой, я не могу. Так, давай, знаешь, что мы сделаем? Сейчас еще, вот, давайте я вот крупного возьму, какого-нибудь. Саша, вот самый-самый мелкий, мне кажется, сидит. Смотри, вот он прям, вот, да-да-да-да-да-да. Хорошо. Вот у меня крупный. И давайте тогда мы возьмем сколько штук? Пять? Ну, они опять будут выпрыгивать. Ну, а что делать? Вот я прям, смотрите, вот так беру, какие попадаются. Придержи рукой. Ой, хороший. Вот ты самого маленького тоже тут схватил, видите? И крупненького. Вот маленький тоже. Вот, вот это же малыш. Так, сколько, смотри. 1615. Да. Вот такой и есть. Все. Это мы сейчас высчитаем средний от этих. И сейчас еще, еще пятерых возьмем. Так, давай я вот эту возьму. Вот сюда, в эту сторону, и я с той стороны еще возьму. О, они оставили свои пять грамм. Хорошо. Подожди. Вернее, плохо. А, на стекло. Так. Вот, три. Держи. И два. Так, сколько? 1885. Так, ну все, я думаю, достаточно. Да. Ну, какой-то, может, и повторился с тем, кто в одиночестве был взбешен? Может быть, без знака. Ну уж тут. Так, ну дальше как будем их во время пересадки 20 суток метить, да, кольцами? Или как? Или не будем уже кольцами заморачиваться, а будем хватать, какие попадутся, потому что есть вероятность, что как в прошлый раз у нас попадут одни курицы. И уже, получается, веса будут чуть ниже, да, грубо говоря. Попадут одни петухи, веса будут чуть выше. Поэтому чего, как мы будем делать? Не заморачиваться с кольцами, просто брать какие понравятся. Напишите в комментарии. Да, мы сделаем. Будет в прямом смысле слова индюшонок выкормленный мешком пурине. Так, вот это вот, кстати, партия, которая у нас на биоэнергии должна была расти, но растет она у нас на пурине. Продолжение следует... Продолжение следует...